МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ирина Николаевна Богатырева. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Добрый вечер. 202-11-22. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Сегодня мы говорим о наследстве по завещанию. И сравним, к примеру, чем же отличается наследство по завещанию от, к примеру, дарения, Ирина Николаевна. У меня будет к вам первый вопрос, потому что многие путают наследство по дарению и по завещанию, и, соответственно, не оценивают полноценно все последствия, которые может собой повлечь. Так вот, разнесите, пожалуйста. Ну, естественно, наследование отличается и от дарения, и от договоров ренты. Необходимо, прежде всего, что выяснить, что является целью какого-либо договора. То есть, если, допустим, гражданин оформляет договор дарения либо договора ренты, то, соответственно, все права на это имущество переходят сразу тому человеку, с кем заключается договор. То есть право собственности переходит на одаряемого, либо на платежщика ренты. То есть кому дарят? В данной ситуации происходит переход именно права. Если мы говорим о завещании, то завещание – это распоряжение гражданина на будущее. То есть это выражение его воли на случай его смерти. Поэтому, прежде всего, необходимо определить для себя, что же хотите получить в итоге. Либо быть владельцем до конца своих дней, тогда необходимо вставлять завещание. Если, скажем так, готовы передать имущество при жизни в собственность, тогда речь может идти либо о договоре дарения, либо о договоре ренты. Вот, кстати, Ирина Николаевна, сразу у меня такой вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, если человек вставляет договор дарения, то официально ли подтверждено это документально, я имею в виду юридически, нужно ли сразу оформлять договор в собственность? Ну, я имею в виду свидетельство получать, вот все подарили, и вот собственность. Естественно. Если мы говорим о договоре дарения, он может быть в простой писанной форме, либо в нотариальной форме. Договор заключен, да. Но право наступает только с момента государственной регистрации. То есть если вы просто написали договор, подписали, его не зарегистрировали, естественно, договор-то состоялся, но право не наступило. Поэтому в данной ситуации необходимо провести еще государственную регистрацию для того, чтобы зарегистрировать свое право собственности на этот объект. Если, допустим, журналист желает отпозиться на случай смерти, то необходимо составлять тогда завещание. Но опять же, завещание нужно составлять не всегда и всем. Когда необходимо завещание? Когда человек хочет изменить порядок наследования. То есть, допустим, он хочет изменить наследников. Кого-то, возможно, лишить наследства. Кого-то, наоборот, наделить большей долей. Либо, допустим, у него есть большое количество имущества. Его можно распределить между наследниками. То есть кому-то завещать, допустим, какой-то один объект недвижимости. Допустим, квартиру в другом, земельный участок. То есть в данном случае в завещании можно все это отразить. Спасибо. Да, я предлагаю послушать звонок. У нас есть на прямой линии телезритель. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. У меня такой вопрос по наследству. Пожалуйста. Вот, значит, квартира принадлежит двоим пожилым людям в равных долях. Если, допустим, один из них уходит из жизни и пишет завещание перед этим, пишет завещание на своего ребенка, как будет делиться это? То есть перейдет ли она полностью эта доля или она будет еще делиться между оставшими супругами живых? Спасибо. Я поняла ваш вопрос. Если мы говорим о квартире, которая была приватизирована, допустим, у каждого из супругов имеется своя доля в данной ситуации. Да, если будет написано завещание, доля достанется тому, кому она была завещана. Но здесь необходимо говорить еще о свободе завещания. Мы с вами до этого не дошли. Есть такое понятие, как свобода завещания. То есть каждый гражданин может завещать любое имущество, кому он желает. Но у нас есть еще ограничение свободы завещания, так называемое ограничение права на обязательную долю. То есть законом установлено, что у нас есть перечень граждан, которые имеют право на обязательную долю, которые наследует независимо от того, есть завещание или нет завещания. К ним относятся нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители и ждивенцы. Там есть требования к ждивенцам. Поэтому в данной ситуации достанется доля тому, кому было написано завещание, но второй супруг, так как он пенсионного возраста, он имеет право на обязательную долю. Соответственно, если он пожелает, он может написать заявление, ему будет выделена обязательная доля. Но обязательная доля в наследстве, это такое, скажем так, интересное положение, оно обязательное. Здесь необходимо что учитывать? Какое имущество входит вообще в состав наследства? Обязательная доля в соответствии с законом, она рассчитывается. Она составляет половину от того, что полагалось бы по закону. То есть, допустим, если бы не было завещания, я, к примеру, говорю, на этом примере рассмотреть, да? Да, конечно. То, допустим, доля умершего супруга делилась бы поровну между оставшимся супругом и всеми его детьми в равнодалях. Вот. Это, соответственно, право на обязательную долю составлять половину от того, что полагалось бы по закону. Вот. Но если помимо этой квартиры есть какое-то другое имущество, тогда обязательная доля сначала рассчитывается, исходя, возмещается из незавещанного имущества, и только если его не хватает, тогда уже обращается к имуществу, который завещан. Поэтому в данной ситуации, если в наследство входит только доля квартиры, то супруг, переживший, имеет право на обязательную долю. Если есть какое-то другое имущество, помимо этой доли, соответственно, обязательная доля может быть возмещена за счет незавещанного имущества. Спасибо, Ирина Николаевна, за такой подробный ответ на этот вопрос. Ну, а я говорю, что мы работаем в прямом эфире. 202.11.22. Телефон у прямого эфира в студии. Дозванивайте, задавайте, пожалуйста, свои вопросы нотариусу города Самара Ирине Николаевне Богатыревой. Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, ну вот хочу привести такой пример. Если наследники знают содержание завещания, скажите, пожалуйста, может ли это создавать какие-то негативные последствия для завещателей, если, допустим, наследники не включены в него? Ну, во-первых, необходимо что сказать? Существует тайное завещание. То есть, если завещатель желает, естественно, ну это его право, он может ознакомиться с своим завещанием своих наследников. Нотариус, работник нотариальной палаты, нотариальная контора, соответственно, соблюдает тайну. И в соответствии с основами, пока не открыто наследство, никому сведения о завещаниях не выдается. То есть ни сведения из единой системы нотариальной, электронной, ни сведения, скажем так, нотариуса. То есть прийти в картуру и спросить, в чем суть завещания? Да, типа, пока наследство не открыто, то есть это невозможно. Сам наследодатель, естественно, может познакомить. Это его право. Ну а дальше, скажем так, он, наверное, сам узнает, стоит это делать, либо не стоит. Потому что, естественно, бывают различные, скажем так, последствия в семье. Кто-то доволен, кто-то недоволен. Но, опять же, возвращаясь к ставлению завещания. Завещание – это личное дело каждого гражданина. Для ставления завещания не требуется чего-либо согласия, либо несогласия. То есть это выражение воли того, что он пожелал сделать. Поэтому в данной ситуации, наверное, в каждой семье, скажем так, стоит учитывать семейные отношения. Стоит ли говорить о завещании, либо не стоит. Ирина Николаевна, а вот интересно, в какой форме составляется завещание? Можно ли составить его просто от руки, написать и быть уверенным, что твое имущество после твоей смерти разделится? Или все-таки обязательно присутствие нотариуса? Нет, закон установил форму завещания. Во-первых, здесь необходимо что сказать? Что завещание составляется лично. То есть, если, допустим, мы с вами говорим о каком-либо другом действии, допустим, о договоре, который можно совершить по доверенности, то завещание – это личный документ гражданина. То есть, обращается сам гражданин. Только полностью дееспособный гражданин иметь право составить завещание. По поводу формы завещания. Завещание составляется в письменной форме, в нотариальной форме. В данной ситуации такие требования закон. Есть исключения, которые, скажем так, законом предусмотрены. То есть, завещание может быть составлено в письменной форме и удостоверено не нотариусом, а либо это может быть глава администрации, либо специалист местного самоуправления, там, где нет нотариуса, опять же, в районе. Либо это может быть, допустим, если мы с вами говорим о каких-либо экспедициях, там, где находятся далеко-далеко экспедиции, требуется срочно составить завещание. То есть, может быть, составлено завещание в простой письменной форме, удостоверено начальникам такой экспедиции. Также это может быть удостоверено капитаном дальнего плавания, где-то на теплоходе. Начальником места отбывания наказания может быть удостоверено завещание. Но здесь есть, скажем так, свой порядок. Допустим, если нотариус удостоверяет завещание, это в письменной форме, здесь присутствуют свидетели, скажем так, по желанию страны. Если мы говорим о других завещаниях, как я уже его назвала, перечислила, там есть требование, прежде всего, завещание будет составлено в присутствии свидетеля. То есть, это однозначное требование. Если оно не соблюдено, то, соответственно, завещание недействительно. Если составляется у нотариуса завещание, то присутствует, естественно, наследодатель и нотариус. По желанию наследодателя, завещателя, может быть, присутствовать и свидетель, который, скажем так, подтвердает лишний раз волю ожидания. Спасибо, Ирина Николаевна. Ирина Николаевна, дозвоните к нам, пожалуйста, уважаемые телезрители. Если вдруг нотариус подробно отвечает на вопросы, стоит подождать на линии и задержаться. Звоните 202-11-22, мы работаем в прямом эфире программы «Территория права». Ирина Николаевна, может ли нотариус выехать на дом? И разъясните, пожалуйста, нашим уважаемым телезрителям, как это происходит, если есть желание вызвать нотариуса на дом? То есть, может быть, есть какие-то рамки, ограничивающие сроки выезда нотариуса? Ну, скажем так, в рамках оказания помощи нотариальной, естественно, нотариус может выехать на дом, но надо выехать, если бы есть причина. То есть, допустим, человек болен, не может обратиться к нотариусу сам, находится, допустим, в больнице, либо находится он дома, и причина, скажем так, заболевания, он не может выехать к нотариусу. То есть чисто физически невозможно? Да, да, да. Тогда необходимо обратиться в нотариальную контору, в близлежащую нотариальную контору, вот, где находится гражданин, и вызвать нотариуса. Ну, по общему правилу, нотариальное действие совершается в день обращения, но здесь нужно понимать, что не всегда можно выехать к нотариусу сразу. Семь минуту. Да, да, тем более, что вызов обычно же бывает не один, их бывает много, поэтому здесь, скажем так, подговоренность сторон, когда удобно время и для клиента, скажем так, и для нотариуса. То есть в ближайшее время вызов будет осуществлен. Как таковой, как бы, срок, он не оговорен, в законе сказано, что при обращении нотариуса здесь, как бы, решается уже вопрос при приеме. Ирина Николаевна, ну, сейчас каждый житель волен самостоятельно выбирать нотариуса. Вы сказали, в ближайшую нотариальную контору. А если, допустим, я пожелала нотариуса, вот, с кем хочется работать? Пожалуйста, в принципе, можно обратиться в любую нотариальную контору, но, опять же, надо просто размерять, наверное, расстояние нашего города, да? Если обратиться к нотариусу, допустим, Кировского района, а ехать нужно в Куйбышевский, представляете, да, это будет вызов на полдня или еще что-то, да? Поэтому здесь, наверное, все-таки нужно ориентироваться еще по месту нахождения, скажем так, где находится больной, где находятся нотариальные конторы. То есть насколько это будет удобно доехать и быстро. Там, так, нотариусу не может бросить конторы на полдня закрытую, скажем так, только по одному вызову, правильно? Поэтому здесь надо немножко соразмерять расстояние нотариальной конторы до больного времени. А так, в принципе, там обратиться можно к любому нотариусу, скажем так, где находится больной и прислежащего. Спасибо. Дезвонок, вы в эфире, добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Двухкомнатная квартира в собственности на дочь и на мать. Мать умирает, оставляет завещание, свою долю на дочь. Есть еще сын, на него завещание он не упоминается, не указан. Может ли сын отпорить это завещание и потребовать долю в этой квартире? Ну здесь необходимо опять обратиться к обязательной доле в наследство. То есть если сын является инвалидом, либо пенсионером по возрасту, достиг пенсионного возраста, тогда он имеет право на обязательную долю. Тогда он может обратиться, ему будет выделена обязательная доля. По поводу оспаривания завещания, то есть просто здесь необходимо понимать, если мы говорим о признании завещания недействительным, то это нужны причины. Конечно, любой гражданин может обратиться в суд, скажем так, с вопросом о признании какого-либо документа недействительного. Для этого нужны основания. Поэтому в данной ситуации, чтобы, понимаете, по словам оспорить, если признать завещание недействительным, да, обратиться в суд можно. Но для этого необходимо основание, что там, человек был больной, или еще что-то такое. А так, если есть право на обязательную долю, он его получит. Если, скажем так, этого нет, то завещание полностью вступит в силу. Здесь, обращая опять же внимание, у нас иногда, наверное, наследники почему-то считают, что волю наследника выполнять, наверное, не нужно. Если человек выразил свое, скажем так, пожелание, написал завещание именно так, то он выразил свою волю. Поэтому, в принципе, надо ее уважать и исполнять. Поэтому, если есть какие-либо споры, обратиться в суд он может. Но в дальнейшем, как уже решит суд. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Ирина, 202-11-22, именно по этим телефонам вы можете позвонить к нам сейчас в студию и задать вопрос нотариусу города Самары Ирины Николаевны Богатыревой и также, уважаемые телезрители, периодически на ваших экранах появляются телефоны, сайты, адрес Нотариальной палаты Самарской области, куда вы также можете обратиться за, я подчеркиваю, бесплатной консультацией и получить ответы на все необходимые, интересующие вас вопросы. Ну, а сейчас вы можете воспользоваться прямым эфиром нашей программы и позвонить к нам и задать свой вопрос. Ирина Николаевна, поясните, пожалуйста, что такое закрытое завещание? И вот очень любопытно, насколько часто жители пользуются им? И актуально ли оно может быть сейчас? Это очень интересное завещание. Наверное, оно для кого-то актуально, но, к сожалению, не очень часто обращаются с ним. Закрытое завещание, самое, скажем так, главное, что в этом закрытом завещании, то, что оно должно быть написано собственноручно. Это одно из главных условий. То есть не напечатано ни на машинке, ни на компьютере, а написано им собственноручно человеком, который делает завещание, то есть завещателем. Вот такое завещание составляется дома, оно или где-то. Нотариусу оно сдается в конверте. То есть нотариус не знает содержание завещания. Тут как раз ваш вопрос о том, что не нужно ли говорить наследникам, родственникам о завещании, да? То есть в данной ситуации... То есть здесь тайна еще и перед нотариусом получается? Да, да. Здесь получается так, что тайна и перед наследником, и перед нотариусом. То есть в нотариальную контору обращается гражданин, представляет конверт, в котором уже завещание запечатано. То есть нотариус не видит содержание завещания, не видит его, скажем так, и наследники не знают. Вот такое завещание сдается в конверте нотариусу в присутствии двух свидетелей. В присутствии этих же свидетелей нотариус запечатывает этот конверт еще в один конверт, заклеивает своей печатью, подписью, там расписываются все завещатели, свидетели на этом конверте. Получается так, на конверте делается отметка о том, что нотариус разъяснила правильную обязательную долю, о чем я говорила, о том, что завещание должно быть написано собственноручно, иначе это признание завещания действительно будет. Данное завещание принимается на хранение, нотариус не знает, что там написано, а наследатель завещания выдает свидетельство о принятии закрытого завещания. То есть он, придя домой, показывает просто о том, что у него есть свидетельство, что завещание написано, а что есть в завещании, как бы не знает об этом никто. Поэтому иногда действительно, наверное, такое завещание составлять выгодно для того, чтобы не быть в распект с родственниками. Ирина Николаевна, это все замечательно, но, опять же, после раскрытия завещания, когда его оглашают, почерк-то можно и подделать? Нет, ну, пожалуйста. Или экспертиза дополнительно назначается? Нет, нет, в данной ситуации, конечно, если есть какие-либо споры, будет экспертиза. Если, скажем так, споров нет, то завещание оглашают, там есть специальный порядок, то есть при открытии наследства в течение, по-моему, не более 15 дней, завещание оглашается, приглашают наследники по закону, если, допустим, предполагаемые наследники по завещанию, оглашается данное завещание, скрывается конверт, вставляется протокол оглашения завещания, нотариус хранит у себя само завещание протокол, а наследникам выдается по завещанию копия протокола. С ним уже дальше обращаются для оформления наследства. Если есть какие-либо споры, конечно, будет проведена экспертиза и все прочее. Но ведь весь смысл как раз в том, что почему Наталья подопреждает завещателя, чтобы было написано его рукой, чтобы не было в дальнейшем ни споров, ничего. Ирина Николаевна, обязательно продолжим сейчас этот вопрос, ответим только на вопросы телезрителей. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. У меня вопрос такой, что у меня два года в квартире, что написано, значит, я, дочь, а жена, она два года назад умерла. Мы сейчас хотим квартиру в домашнюю продать и купить одну комнату. Проблема в том, что она неожиданно умерла в больнице. Квартира приватизирована, правильно я вас поняла? И вы были все вместе зарегистрированы в квартире? Да, мы ее купили в квартире. Я поняла, и вы были вместе зарегистрированы, и вы, и ваша супруга, и ваша дочка. Я правильно вас поняла? Да, прошу верну. А вы покупали, какая-то доля у супруги в этой квартире есть? Оформленная. Да, на кого оформлена квартира? Ну, там, как что, у всех... Подолям, я поняла вас. Ничего страшного в вашем случае нет. Если вы были зарегистрированы все вместе по одному адресу, вы обращаетесь в нотариальную контору, к любому нотарию, скажем так, по вашему выбору, и оформляете наследство на долю вашей супруги. Наследником здесь являетесь вы и ваша, соответственно, дочь. То есть, ну да, конечно, дочь, по-моему, да? Вот вам будут оформлены документы, и дальше будете уже делать сделку. То есть ничего страшного нет. Для вас срока шестимесячного здесь не существует. Вы возьмете справку из Дома управления о том, что супруг был вместе с вами зарегистрирован по одному адресу, и, соответственно, дальше будет наследство оформляться. Спасибо большое. Продолжаем общаться в прямом эфире. Телефоны вы видите, уважаемые телезрители, на экранах. Дозванивайтесь к нам, пожалуйста, и задавайте вопросы. Ирина Николаевна, у меня к вам вопрос в продолжении темы закрытого завещания. Скажите, у вас был опыт составления, чтобы вас, как у нотариуса, составляли закрытое завещание? Да, один раз. Один раз. Я, конечно, понимаю, что это нотариальная тайна, но скажите, оно было какое-то особенное или было просто завещанное имущество детям? Вы поймите правильно, оно уже завещание, я же не знаю, что там написано. А, оно еще не вскрыто? Нет, конечно, оно на наследство еще не оформлялось, поэтому... Но есть, скажем так, интересные случаи. В Москве там, скажем так, известные наши граждане оформляют такие завещания. Такие есть случаи в практике. Спасибо большое. Не будем раскрывать, конечно, нотариальную тайну. Конечно, да. Как завещание можно отменить, и как завещатель должен уведомлять об отмене завещания наследников? И должен ли, Ирина Николаевна? Ну, завещание, как же они составляют, сам в любое время по своему желанию. Соответственно, так он его и отменяет. То есть какие-то изменились обстоятельства, допустим, да? То есть принимает решение сам завещатель самостоятельно. Согласие наследников для этого не требует. То есть согласие нотариуса, там еще кого-либо тоже не требуется. То есть сам принимает решение, соответственно, он может завещание либо отменить, либо его изменить. Здесь, опять же, можно это сделать по-разному. Первый вариант. Можно написать новое завещание, и новое завещание, скажем так, отменит завещание предыдущее либо полностью, либо частично. То есть будет зависеть от того, что написано в новом завещании. То есть можно написать, допустим, новое завещание и в нем указать, что завещание предыдущее, полностью отменяю, и, допустим, там текст такой-то. Можно, допустим, просто написать, что новый текст завещания, соответственно, дальше уже там по логике. Если указано то же самое имущество, соответственно, оно отменяет ранее написанное завещание. Можно составить распоряжение об отмене завещания. То есть это отдельный документ, ему такие же требования, как к завещанию предъявляются. То есть это также односторонняя сделка, то есть выражение воли гражданина. И пишет распоряжение об отмене завещания полностью. То есть способность разная. Очень много раз в наших программах говорили о том, что завещание можно переписывать сколько угодно раз. Скажите, пожалуйста, а тариф за каждое переписанное завещание будет вновь назначен? Естественно. Естественно. Конечно. Поэтому здесь следует подумать. Это же новое интериальное действие. Это будет, скажем так, новая консультация, новое объяснение, новые разговоры. Соответственно, тариф каждый раз вновь взыскивается. Спасибо. Звонок есть? Принимаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите. Алло. Вы слышите? Да, слышим. Я хотела спросить, а вот обязательно надо вставлять завещание на родственников? Или можно на кого-то более, так сказать, ну кто-то, вот родственники где-то далеко там, или вот не ухаживают, ничего можно. Можно вот вставлять на других, на кого-то завещание? Я поняла ваш вопрос, да. Спасибо. Как раз мы с вами с чего начали, что завещание – это воля гражданина. Соответственно, завещание можно составить на любого гражданина. То есть вы можете составить завещание на родственника, на близкого, на дальнего родственника, на постороннего лица. То есть это ваша воля. То есть как вы желаете, так вы завещание и составляете. То есть вы указываете там того гражданина, кого вы желаете видеть в завещании. Соответственно, принимаете решение вы самостоятельно. Никаких согласований с родственниками здесь, в общем-то, не нужно. Поэтому, пожалуйста, это ваше право. Ирина Николаевна, а расскажите, пожалуйста, поподробнее об ограничении воли завещателя. Ну, это как раз вот, о чем мы с вами говорили, право на обязательную долю. То есть завещание можно составить, как я уже говорила, на любое имущество. Его можно указывать в одном завещании, нам либо делать несколько завещаний. Можно составлять завещание на каких-то конкретных наследников, там одного или нескольких. Но любое завещание ограничивает у нас право на обязательную долю. То есть если есть наследники, обращаю внимание, наследники в первую очередь, то есть это супруги, дети, родители, то есть нетрудоспособные, то есть либо несовершеннолетние, либо пенсионеры, либо инвалиды, либо если есть иждивенцы, и факт, который, скажем так, иждивение доказано судебным порядком, то эти лица имеют право на обязательную долю, независимо от завещания. То есть, соответственно, вот этим свобода завещания как раз и ограничивается. Других ограничений нет. Единственное, о чем, допустим, можно еще говорить о завещании, какие ограничения можно здесь еще привести. Если составляется завещание, допустим, человек в силу здоровья, то есть, допустим, болезни, не может сам подписать завещание, либо в силу неграмотности, тогда здесь обязательно привлекается свидетель для подписания завещания. В законе также есть перечень лиц, которые не могут быть свидетелями при составлении завещания. Но это, опять же, не завещание ограничивается, а это уже порядок составления завещания ограничивает. Спасибо большое, Ирина Николаевна. А мы принимаем звонок от уважаемого телезрителя, который дозвонился к нам в программу «Территория права». Мы вас внимательно слушаем. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. У нас в деревне умерла тетя. Прямых наследников у нее нет. Только племянница и два племянника. Племянница от сестры, а два племянника от брата. Как делится ее наследство между племянниками? Спасибо. Интересный вопрос, Марина Николаевна. Ответьте. Здесь наследование уже идет в следующую очередь. У нас уже не первая очередь, а вторая. То есть, допустим, если нет супругов, детей и родителей, соответственно, привлекаются родные, братья и сестры. Если нет живых братьев и сестер, то по праву представления привлекаются к наследованию племянники. Причем каждому из них достается та доля, которой полагалась бы их родителям. То есть вот на данном примере я так поняла, что было двое. Брат и сестра. И трое детей. Да, и трое детей. И, соответственно, достанется каждому по одной-второй племянникам. То есть от сестры одна-вторая перейдет ее детям, от полагающей доли брату одной-второй перейдет его детям. То есть они не поделят каждый по одной-третьей наследства, а каждый получит то, что полагалось бы его родителю. Объяснила? Понятно? Да, я думаю, что понятно. Если вдруг что-то непонятное, можете нам перезвонить, но и также проконсультироваться по телефону Нотариальной палаты, разумеется, в рабочее время. Слушаем следующего дозвонившегося. Добрый вечер. Говорите, алло. Здравствуйте. 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 Я хотела бы спросить вот такую вещь. Вы знаете, квартира – это самое главное. Это самое главное, конечно. Но я хотела спросить, а вот есть такой вопрос, что вот квартир занещает деда, а вот все, что в квартире, это вот, конечно, занещать внуков. Ну, деды, там, книги, там, может быть, там, ну, еще, там, береги, там, ну, все, все, что там есть. Понятно. А это можно такое делать, скажите? Спасибо. Это можно сделать. Я уже говорила, что можно сказать, любое имущество, только единственное, вы должны его обозначить. Понятие книги, понятие растяжимое. Какие книги, да? То есть у нас нет такой понятия библиотека. Это какие книги? Если мы говорим о мебели, какая мебель? То есть вы хотите сказать, что такую подробную вопричную нужно делать, как инвентаризация? Как-то нужно обозначить, понимаете, в любом случае. То есть представьте себе, допустим, завещают там холодильник хочу завещать, да? Он, может быть, 2016 года выпуска, а может быть, 1996-го. Он подразумевал холодильник такого года, а вы приходите, там стоит уже старый холодильник. Понимаете? Поэтому здесь завещать можно, просто необходимо каким-то образом это имущество обозначить. В любом случае, понимаете? Поэтому тогда, а так написать можно, конечно. То есть, допустим, если мы говорим с вами о технике, то название, там, допустим, серийный номер, марка, серийный номер, там же есть на каждом телевизоре, там, либо в холодильнике. Если мы говорим о книгах, то какой-то, наверное, там, ну, перечень, нужно будет указать в любом случае. А безымянно так, просто потом не исполнить это завещание. Допустим, это нормальное отношение, да, вы пришли, забрали это имущество, а если какие-то споры есть, мы пришли, а этого имущества там нет, оно уже заменено непонятно чем. Понятно. Это поставить можно, но необходимо... За совет. ...указывать какое. Ирина Николаевна, кто обеспечивает исполнение завещания? Ну, исполнение завещания обеспечивает, прежде всего, наследники. Но если, скажем так, завещатель желает, он может указать завещание непосредственно исполнителя завещания. То есть есть такое в законе. То есть указывается уже в завещании, кто будет исполнять данное завещание. Значит, здесь человек, который назначается исполнителем завещания, он либо присутствует, представление завещания дает свое согласие, о чем указывается в завещании, либо при открытии наследства, скажем так, подаче заявления, он высказывает свою волю и согласие на исполнение завещания. Когда требуется исполнение завещания? Ну, бывает, сами понимаете, наследство бывает разное. Бывает наследство, которое требует управления, там, допустим, доля ВОО, там, акции, что-то, предприятие какое-то. Тогда здесь, конечно, желательно назначать такого исполнительного завещания. Ирина Николаевна, у нас есть звонок, и будем заканчивать программу. Добрый вечер, а мы слушаем вас покороче, лаконичнее, будьте любезны. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу спросить, если вот умер, значит, отец, и наследство он передал дочерям, а у него еще был сын, но он умер раньше его на год, и у него есть внук. Имеет ли право он оспорить в обвещании? Спасибо. Мы поняли. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Я уже говорила по этому вопросу. То есть было составлено завещание. Соответственно, по завещанию наследники были дочери. Внук не имеет права на обязательную долю, поэтому он не привлекался к наследованию. Обратиться, конечно, в суд он может, но, опять же, я говорю, нужны основания, признание завещания недействительным. Вот. Но здесь есть завещание составлено. Наталья проверила дееспособность гражданина, удостоверила завещание. Поэтому обратиться можно, но есть ли смысл? То есть здесь внук, получается, не наследник. Если бы не было завещания, он бы призывался к наследованию по закону, по праву представления. Как в том же примере, что я с вами говорила сейчас по поводу племянников. То есть если бы не было завещания, он был бы наследником наравне со своими тетями и получил бы ту долю, что ему полагалось бы его отцу. В данной ситуации есть завещание, поэтому он не наследник. Оно ограничивается. Что же, спасибо большое, Ирина Николаевна. Время наше подошло к концу. Смотрите программу «Территория права» и спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права», отвечала на ваши вопросы нотариус Ирина Николаевна Богатырева. Благодарю вас. Всего доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова